Ох, красота, высота! Дорога уже ровная, сложных моментов нет, а вон там, впереди, и есть вершина Эльбруса. Чтобы оказаться на вершине Эльбруса, 14-летнему Андрею вместе с отцом пришлось встать в 4.20 утра. Шли не торопясь, силы рассчитали заранее. Попытка эта, кстати, не первая. В прошлом году была неудачная попытка, развернулись на 5100 метров от того, что сатурация в крови опустилась меньше 70. На плоскости на земле это уже показания к ИВЛ, искусственной вентиляции легких, поэтому мы остановились, чтобы уже не гробить себя, спустились. В этом году ошибки прошлого восхождения были учтены. В план подъема встроили акклиматизационный выход, чтобы на той же высоте, где в прошлый раз повернули назад, проблем не возникло. Да и день выбрали подходящий по погоде. Ясное солнце всего минус 2. Несмотря на солнцезащитный крем, даже обгорели. А в 14.10 были на вершине, где победно открыли лимонад. Рождение на Эльбрус. Позли, опен, дэнс, чек и сприт. Это третья вершина, которую покорил Андрей в свои 14 лет. До этого был Глосс Глокнер в Восточных Альпах в 12 и Треглав в 10, высшая точка Словении. Но, по словам юного альпиниста, его послужной список на этом не завершен. Моя цель – это снежный барс России. Это 10 вершин. Самая низкая белуха – 4.500 с лишним. Самый высший Эльбрус. Их 10 вершин. Разные категории сложности, вплоть до 5Б. Максимальная сложность – это 6Б в альпинизме. Андрей ходит в горы с 8 лет. И теперь каждый год к восхождению готовится специально. Регулярные тренировки в спортзале, сдачи ГТО. А три года назад он стал посещать тренировки по скалолазанию. Пока, правда, они не пригодились. Все вершины, которые покорил Андрей, требовали только выносливости и моральных качеств. В первую очередь Андрей бегает. Плюс делает физическое ОФП. Это всякие физические упражнения, чтобы силовые качества свои улучшить. Мотивация у него очень сильная, потому что он очень много дополнительно сам занимается дома. Благодаря этому он развил как и физические свои навыки, так и морально-волевые. На каждую покоренную им вершину Андрей устанавливал флаг своей 55-й рязанской школы. Если приглядеться, то на полотнище можно увидеть и печати о восхождении. Разряда по альпинизму у парня пока нет. Не дают его в России, не достигшем 16-летия. Однако страсть к горам документальное отсутствие квалификации не убавляет. Да и как в горы не влюбиться? Тренер говорит, что это удел романтиков. Почему горы? Красиво, хорошо, романтично, классно. Вместе с отцом Андрей дошел до вершины Эльбруса без какого-либо допинга. Обычно этим грешат альпинисты, о которых можно говорить только с использованием кавычек. Есть и другой лайфхак. Это ратраки, транспорт наподобие тракторов. Людей сажают в кузов и везут на вершину. Но рязанцы забрались честно, на своих двоих. Ведь, по словам Андрея, нет ничего лучше того счастья, которое испытываешь, покорив одну из наивысших точек России. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания. Город.